Добрый день! Вот это то, что осталось у меня с зимы. Вот такие жалкие были цветочки реденько, поэтому я насадила между Анюткиными глазками еще вот кашки всякой. А львиный зев зашел, у меня уже расцвел мой сладкий. Зато я посадила вот еще таких, как их называют, бархатцы. Они не хотят, зато ромашечка вот будет. В прошлом году у меня здесь хризантемы росли, они два раза в год всего цветут. Я решила более живописно. Это мой почтовый ящик. Вот так вот он у нас смотрится, вот такой почтовый ящик. Сейчас я дом вам свой покажу. Вот так, ну-ка нельзя подальше, не получается. Чуть-чуть. Вот такой у меня дом. Вот такой дом, вон наверху моя светелка. Вот, а здесь у нас два дуба. Вот один шикарный-шикарный дуб. И вот тут вот второй. Очень красивые дубы, но с ними очень много работы. Это по поводу того, что бойтесь своих желаний. Когда мы в детстве изучали свинья и дуб или свинья и желуди, я уже не помню, вот басню, мне очень захотелось хотя бы раз в жизни увидеть дуб и желуди и вот эти красивые резные дубовые листики. Вот, размечталась называется. Теперь у меня два огромных дуба, с которых, наверное, три машины листовые, которые мы выбираем. И гора желудей, которые наши белочки не уносят, и нам приходится их пылесосом. Потом, когда будем это делать, я вам покажу, как мы живем. А это вот моя клумба, которая скоро будет очень красивая. Вот мои миниатюрные розочки начинаются. У меня тут и белые, и желтые, и вон розовые, и бортовенькие. И они сейчас вот только начинаются. А я начала снимать вам мой сад-огород, потому что у меня в этом году наконец-то расцвели пионы. Вот тут такой куст японский. Мы к Иришке, когда в гости ходили, у нее они тоже. Вот этот куст есть, только повыше. Вон первая розочка. Вот эти розы очень ранние. А в этом году вот они чего-то думают, да мой сладкий. Вот он такой. Нет, он нормально тут у меня. Тут три разные розы. Они такие чахленькие, но цветут очень хорошо. Сейчас вот скоро начнутся. Вот мой франт-яд. Тут вот тоже я все переделала. Я сюда садила цветы для тени подходящие. Они в прошлом году чего-то у меня разболелись. Я решила, не буду я возиться, посажу-ка я травку. Вон та вон, жалкая, тоже зелененькая. Это вот то, что мы у Иришки тоже смотрели, огромное. У меня она осенью только посажена. И я ее весной состригла, потому что она прямо сильно подмерзла. Будет свеженькая в этом году, уже к осени будет шикарная. Это папа мне подарил такой цветочек. Он тоже вот в тени хорошо растет. Сейчас мы пойдем. Это папин гараж. Раз уже зашли, давайте гараж покажу. Вот тут у папочки, у нашего все в порядке. Все в идеальном, ну как положено у американцев. Вот так вот все. Баночки там. Тут у папы за моей машинкой. Все-все-все-все, куча всяких полотенцев, баночки, протирочки. Это все папины в порядке. Все, они очень любят, чтобы оно вот знать, где что взять. А я-то ориентируюсь. Там еще шкаф надо было. В каждом шкафу еще свои. Вот этот укропчик у меня уже хороший. А помидорки в этом году. Вот всего посадили-то их недели три назад. И они только-только начинают свести. А в прошлом году мы посадили их в начале марта. Была очень теплая зима. Вот этот вот куст. Вот этот вот куст. И вот этот вот куст, вот внизу, они были куплены в одно лето. Просто этот я на солнышко посадила, а этот посадила в тенек. Вот осенью их пересадила. Вот здесь у меня такие в огород. Вот такая хорошая. Вход арка. И в прошлом году она вся была увита розами. А в этом году одна совсем вымерзла. Вот от нее только чуть-чуть осталось. А вторая макушки все пообмерзли. Ну вот так вот сложилось в этом году. Так, здесь у нас вечно зеленые. Вот эти кусты, они зимой зеленые. Просто это у нас южная сторона. Я решила, что я вокруг окна сделаю вот такой круг, их дорощу. Вот уже за лето вот они выросли. За прошлого столько. Были все одинакового размера, ниже окна. А сейчас вот уже вот так. И здесь я закрою вот эту тоже. Соединю веточки сверху. Вот. А это тот же куст. В один же год купленная с тем, что я вам показывала. Ну вот он уже у нас весь расцвел. Вот эта роза называется нок-аут. Это для девочек-американок. Они цветут кругом у нас по городу. И я не могла найти, потому что не знала названия. А вот когда их продают саженцами, я его не узнавала. Вот, девочки, если хотите, чтобы у вас вот целое лето. Вот сейчас те тоже кусты так расцветут. Вот свели розы. Это надо вот такой нок-аут. Они не вымерзают. С нему ничего. Вот он отцвел два лета. Ему третий год вот этому кусту. Я его срезаю сильно-сильно. То есть вот он почти до половины был срезан. Вот сейчас уж эти все выкинул свои розочки. Цветет. Его надо обязательно обрезать осенью. Иначе будет цвести только макушка. Так. Вот тут у нас, вот тут у нас уже все тюльпанчики, нарциссики отросли. Хочу успеть вот эту вот такую прелесть снять. Тоже скоро отсветет и останется просто хорошая зелья. Вот эта розочка уже набирает. Вот эти розочки, это миниатюрные. Я набрала, просто не выкинула, высадила. Оказалось, что они тоже все лето цветут. Видите, вся-вся-вся в этих завязях. Вот потом раз цветет, я покажу. А начали мы весь наш поход исключительно из-за того, что у нас вот пионы. А им четвертый год. Первый год вообще не взошли. Я даже выкопала. Посмотрите, оно живое, но не взошло. На второй год дала буквально цветочек. В прошлом году штучки три. И вот первый год у меня пионы. Вот белый куст. Вот это потом все будет красиво-красиво все цвести. Сейчас я пробегу. А вот здесь вот у нас вот такой вот бордовый. И был еще розовый. И он так и не взошел. Вот теперь я знаю, хоть какой мне надо пионы. Розовый я куплю и досажу. А вот этот куст, вот этот куст, это ежевика. Вот такой необычный, огромный куст. Вот эта вот ветка, вот она, если ее поднять, она, наверное, метра два с половиной, если не три. И в прошлом году я приехала из России и собрала тут целую банку ежевики. Вот. И я так подумываю, малину, наверное, надо посадить. Малина все-таки, она постоянно ягоды дает. А это вот за один раз. Но все равно я ее потяну туда поближе, чтобы она мне тень сильно не делала. Вот такие огромные цветы. Ничего не могу. Цветочек один, а с него потом много-много ягодок получается. Смешно так. Все у них не так. А вот это вот у меня вот такая вот сидит эта азалия. Та, которая у людей цветет, у меня с ней что-то случилось. Вот она взяла вот это. Все должны были быть цветочки, взяли и засохли. Люсенька, ты что пришла? Ты у нас звезда. Ты звезда, ты пришла сниматься. Мама тебя не снимает, моя красавица. Вот. Ну, потом будет интереснее уже все. Самые первые цветы я пропустила. А сейчас я потом еще раза два-три вам покажу, какая у меня красота. Потому что одни оцветают, другие зацветают. И я утром встаю, беру курушечку кофе и иду обходить владение свое. И мне очень нравится, что у меня есть сад-огород. На первом этапе, вот когда первый год жила, для меня это было просто спасение. Потому что я огурчиков посадила, помидорчик их поливала. Для меня это была помощь в том, чтобы убить свободное время. А время свободного очень много у американских женщин, особенно у неработающих. Вот. А это у нас расцвели пока вот двух только цветов еще. Как их называют? Господи, все названия забыла. Ирисы. А будут еще по центру. Вон там белые еще расцветут. Беленькие и желтые я на следующий год. И бордовые посажу будет. У меня много-много. А вон там зато почему-то не взошли вообще. У меня должны быть там высокие-высокие красивые цветы. Видимо, вымерзли. Ну, так вот привыкаем здесь ко всему. У меня есть соседка одна, немка. Она говорит, я уже 20 лет живу. И все никак не могу привыкнуть. Потому что здесь растет все по-другому. Не так, как в России. Ну, что поделаешь. Не в России, значит, не в России. И зато вот у нас... Ну, очень быстро. Я обычно еще сажу георгины. Они хрупкие по сравнению с нашими, с российскими. Но они постоянно все лето цветут. И я забыла, весна была поздняя, я забыла их купить. А в прошлое не выкопала. Вот так вот. Буду в этом году без георгинов. Ну, надеюсь, что вон ромашечки всякие расцветут. Будет у нас все равно хорошо. Вот это, походи по моему огороду, добро пожаловать.